Первые автомобили появились более 250 лет назад. Тогда, в 18 веке, инженеры-энтузиасты и подумать не могли, что их изобретение перевернет весь мир. Сегодня машины — это не просто средство передвижения, но еще и один из ключевых элементов каждой современной игры. Однако в мире Кроссаут все гораздо круче. Онлайн-экшн Кроссаут — это живое воплощение вселенной Безумного Макса, где вы собираете свой боевой спорткар и с его помощью сражаетесь против других игроков. Битвы приносят вам новые детали и оружие, которыми вы можете апгрейдить свою машину. Поставьте на нее, к примеру, гоночные колеса или используйте дронов, уничтожайте других игроков и становитесь лучшим воином в мире Кроссаут. Продавайте ненужные детали на черном рынке, а также приобретайте для своей тачки самые невероятные девайсы. Хотите быть невидимым? Не вопрос! На этом рынке у игроков вы найдете много интересных апгрейдов, которые сделают вашу машину уникальной. И не забывайте про клановые войны и сверхскоростные гонки, где каждому игроку предстоит доказать свое мастерство на самых безумных трассах города. Уже готовы отправиться в путь? Тогда скорее переходите по ссылке в описании, скачивайте бесплатно Кроссаут и получайте кибербонусы! Александр Пушкин, Джордж Вашингтон, Моцарт, Мустафа Кемаля-Татюрк, Михаил Кутузов и Симон Боливар. Что объединяет этих людей из разных эпох, стран и культур? Конечно же то, что все они были масонами, членами, пожалуй, самого загадочного тайного общества в истории. Ну или общество с тайнами, как сами масоны любят себя называть. Вопросом, кто масоны такие, откуда и взялись и зачем нужны, посвящены целые сборники книг и многочасовые документальные фильмы. Но, как и в случае с иллюминатами, на деле все гораздо проще и вполне умещается в 10 минут. Само собой, речь не о всех тайнах и теориях заговора, но вкратце суть масонов мы попытаемся до вас донести в ближайшие несколько минут. Правда ли, что они управляют миром? Почему чуть ли не каждый влиятельный человек – масон? И как так вышло, что прямо сейчас на планете их 6 миллионов? Все ответы в ближайшие пару минут. А начнется наша история с того, что никто, включая самих масонов, толком не знает, откуда конкретно началось движение. Некоторые источники тянут его корни аж к Адаму, другие чуть скромнее и называют в качестве родоначальников работяг, строивших храм Соломона. Ну а ребята, погрузившиеся с головой в исторические документы, вызывающие доверие, говорят следующее. Масоны – это последователи строительных артелей, возводивших готические и прочие постройки средневековой Европы. Первая документальная запись существования организации строителей относится к 643 году. Было это на территории Германии, однако схожие тусовки появлялись на всем континенте. Почему? Да потому что строились монументальные сооружения не просто годами, а десятилетиями и иногда даже столетиями. Поставьте себя на место такого работяги. Постройка началась задолго до вас и, скорее всего, даже потрудившись над ней всю свою трудоспособную жизнь, конечного результата вы не увидите. Какие мысли возникнут у вас в голове? Само собой, философские и связанные с тем, что же это за мир такой и как мы до такого докатились. Мы и сейчас впадаем в подобные размышления от несовершенства мира. А представьте, что творилось с ребятами тогда. Разумеется, глядя на монументальные сооружения и строя их годами, они становились друг другу больше, чем просто друзьями. И вполне логично, сбивались в кучки, устраивали собрания, а также обсуждали животрепещущие темы вместе. И, само собой, чтобы защищать душевность бесед, со временем строители придумали критерии для попадания в мини-профсоюз, а также и различные правила выбора помещений для заседаний и прочего. Ни о какой мистике тогда речи не шло. Объединения больше походили на артели, и все ограничения упирались в то, чтобы состояли в них адекватные люди, с которыми есть о чем поговорить и которые не придадут товарищей работяг в беде. Со временем эти профсоюзы эволюционировали, правила совершенствовались, вопросы философии выходили на новый уровень, а поболтать о том о сем к строителям забегали бизнесмены, писатели, философы и прочие ребята. В итоге собрания каменщиков превратились в нечто вроде клуба по интересам, который, уважая свои корни, переложил архитектурную идею на все, что видел вокруг. Огромные соборы строить перестали, но отпечаток их могущества масоны прибрали к себе, обсуждая вселенную, мир и прочие мелочи, как архитектуру. В ложах всегда находились и находятся циркуль и наугольник. Циркуль служит напоминанием ограничивать свои желания и сдерживать страсти в рамках границ, а наугольник призывает отмерять им все действия, чтобы они несли добродетель. Пусть французы, немцы и даже русские масоны могут с этим поспорить, но все же своеобразным ядром организации, скорее всего, стоит считать Англию. Хотя бы потому, что все обозначения пришли из ее языка. Масон, если кто не в курсе, переводится как каменщик, а ложа – сторожка, где каменщики хранили свои инструменты. Ну а в целом организация чаще всего зовется Союзом Вольных Каменщиков. Разумеется, тоже с переводом на английский. Британцы в свое время наделали мутных бумаг, якобы от короля Этельстана, который, опять же, якобы даровал каменщикам Йорка Хартию. Дело было в 926 году, и многие считают эту дату отправной для оформления масонства как движение. Подлинность Джихарти оспаривают до сих пор. Но точно известно, что как минимум в 15 веке масоны уже активно проводили собрания, и они уже носили просвещенный характер, слабо связанный непосредственно с темой строительства. Но настоящий бум пришел чуточку позже. Как раз с теми богачами и политиками, которых мы упоминали. В конце 17 века в масонскую ложу официально вступил легендарный король Нидерландов Вильгельм III. Он прославил профессию каменщиков. Ну а в масонство привнес окончательное формирование целей. И подразумевались ложи, как продвигающие дело всечеловеческой любви, просвещения, благотворительности и обсуждения монументальных вопросов. Собственно, с тех пор ничего не изменилось. Как говорят сами масоны в интервью, ложа – это одновременно мужской клуб, просветительское учреждение, где можно обсудить с умными людьми интересные вопросы и кружок по интересам. Грубо говоря, закрытая тусовка для тех, кто пытается познать вселенную и планы ее архитектора. Чуть позже, в 1717 году, была основана первая великая ложа в Лондоне. Она благословляла ложи поменьше, санкционировала открытия новых и контактировала с другими великими, которые позже появились. Теперь для поступления и участия в беседах было недостаточно простого желания. Масоны разработали целый механизм посвящения и внутренней иерархии. От желающего стать масоном требовалось следующее. Во-первых, быть мужчиной, ибо свободными на тот момент считались только они. Во-вторых, верить в Бога. Причем, вопреки предрассудкам, неважно в какого. Масонам достаточно знать, что вы верите в высшую личность, своеобразного архитектора. А его конкретное имя – это уже ваша личная история. Собственно, поэтому масонство активно распространялось что в арабских, что в других странах. Имея все это в голове, кандидату следовало завести знакомство с масонами. Ибо подача заявки осуществлялась только по рекомендациям. Затем ребята из ложи проводили тайное голосование. И если кандидат всех устраивал, начинался процесс посвящения. Сначала человека отводили в полностью темную комнату с максимально депрессивной обстановкой, наводящей на размышления о бренности бытия. Там он писал бумагу с мыслями, обетами и приверженности Богу. Затем кандидату обнажали штанину, чтобы показать свободу. То же самое делали с половиной груди, чтобы доказать, что это мужчина и его сердце открыто. Ну а вдовесок закрывали глаза и вели в храм, где настоятель произносил основные постулаты. В концовке кандидат клялся на Библии, Коране или подходящей ему священной книге. И становился низшим членом масонской цепочки. Их устройство разнится от страны и времени. Но в целом изначально существовали два градуса – ученик и подмастерье. Позже к ним добавился и мастер-масон. А заодно и степени, которые чуть ли не каждая ложа додумывает сама. И иерархия масонов хаотична, и фактически каждая из ложь может придумать нужную конкретно ей должность. А заодно и набор жестов приветствия, и всяческие кодовые отличия, с помощью которых масоны видят друг друга. Единой схемы здесь нет и никогда не было. Да, масоны обладают своими шифровками, но меняют их как перчатки, ибо, само собой, секреты периодически сливают. На этом подробно останавливаться не будем. Поговорим лучше о том, почему идея масонов так взлетела. И как так получилось, что 13 из подписавших первую конституцию США людей были масонами. И на самом деле секретов здесь никаких. Во-первых, 17-19 века были настоящим бумом тайных обществ. Они существовали буквально везде, и любой просвещенный человек хотел общаться с такими же. Масонские ложи были для этого прекрасным местом. А все теории заговора об управлении миром разбиваются об один момент, о котором известные нам телеканалы не любят упоминать. На всех собраниях масонов запрещены три темы – женщины, политика и религия. С самого начала организации движения поднимать такие вопросы на заседаниях нельзя. Это настоящее табу, которое существует и по сей день. А те, кто в него не верит, могут посмотреть на иллюминатов и другие тайные общества, которые действительно лезли в политику. Спойлер – ни одно из них до современности не дожило. А масоны вполне себе дожили. Как раз потому, что три вызывающие самые жаркие споры темы к обсуждению наглухо запрещены. Болтать можно о культуре, философии, саморазвитии и высоких материях. Но лезть с обсуждениями войн и границ в масонские ложи – прямой путь на выход. И то, что огромное количество великих людей являлись масонами – это банальная ошибка и перепутанные местами причины и следствия. Вашингтон, Кутузов и прочие ребята сыграли в истории человечества важную роль не потому, что они были масонами, а потому, что они были выдающимися личностями. А выдающиеся личности в прошлом тянулись к таким же выдающимся и желали обсуждать серьезные высокие темы. За этим ребята и вступали в масонство. Теории заговора – это то же самое, что сказать, что получение Нобелевской премии повышает IQ. Хотя на деле люди заслуживают премии как раз потому, что высоким интеллектом уже обладают. Надеемся, аналогию вы уловили. Хотя, само собой, знакомства, которыми масоны обзаводились в ложах, частенько играли им на руку. Но это опять же замена причины следствия местами. Мы ведь не обвиняем ученых, которые заводят знакомства друг с другом на научных конференциях. Масоны и их ложи – это чрезвычайно неоднородные и порой радикально отличающиеся друг от друга организации. Куда-то принимают женщин, а куда-то нет. Какие-то имеют одобрения от великих лож, а какие-то не очень. Ввиду древности организации и распространенности ее по всему миру, огромное количество деталей о масонах разнится от эпохи к эпохе и от страны к стране. И первое, о чем нужно помнить – нет и никогда не было единого учебника, инструкции и каких-либо правил масонов. Практически каждая ложа самоуправляема и может изобретать свои ритуалы, степени и задачи. А заодно придерживаться удобной конкретно им версии истории происхождения и целей масонов. Позиционирование масонов как единой организации с жесткой иерархией и единым управлением полностью ошибочно. Ведь в конце концов в истории не было и года, когда человечество обходилось без войн зачастую по глупейшим из поводов. И вы всерьез считаете, что 6 миллионов ныне живущих масонов не имеют разногласий? Конечно же имеют. Но закрытый клуб работает так, чтобы их сглаживать и не суваться в запретные темы. Само собой есть у масонов и секреты, ведь туда входят могущественные люди. Но ровно по такой же аналогии можно сказать, что секреты есть и у сообщества игроков в Доту. Ведь в нее тоже играют даже президенты. В общем история масонов интересная и очень увлекательная вещь. Но так уж устроен мир, что люди обожают выдумывать рептилоидов и вешать на все ярлыки. А на деле все чаще всего гораздо проще. До новых встреч, друзья!